День физкультурника В День физкультурника на городском пляже Красноармейска устроили соревнования по волейболу. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы и просто любители этой игры пришли хорошо провести время в кругу единомышленников. Традиционно мы собираемся в этот день играть в волейбол. Каждый год. Кто не уехал, кто-то отдыхает, но все любители волейбола, которые хотят играть, приходят. Было несколько возрастных категорий. Играли дети от 10 до 14 лет. У взрослых был пляжный волейбол 2 на 2 и 4 на 4. Все игры проводились по круговой системе. Уже на следующей неделе ребята снова пойдут на тренировки, а пока они радуются встрече. В это же время в четвертой школе прошла тренировка, а после и турнир по уличному баскетболу – стритболу. Соревнования по стритболу пришли с улицы. Три на три проводятся. Разные категории. У нас этот вид спорта введен в программу олимпийских игр. Поэтому сейчас активно уделяется этому виду спорта внимание. Отмечать день физкультурника турниром тоже уже традиция. Учиться играть в стритбол приходят все желающие. В нем менее строгие правила. И все действие проходит на половине баскетбольного поля с одним кольцом. А это самое веселое. Детско-юношеская спортивная школа Красноармейска организовала эстафету «Мама, папа, я – спортивная семья». Участниками стали шесть семей, в которых дети – это воспитанники спортивной школы. Мы – спортсмены, а не аберегены. Меняем телефон на спорт. Для эстафет подготовили разнообразный спортивный инвентарь, чтобы участникам не было скучно. Футбольные мячи, гимнастические скакалки и обручи. Семьи соревновались на скорость и ловкость. У нас будет 10 эстафет. В этих эстафетах будет различная сложность. Для разминки первой эстафеты просто пробежать, оббежать, соответственно, фишки и вернуться со эстафетной палочкой. Особенность в том, что в каждом задании задействованы все члены семьи. Чтобы успешно все пройти, нужно в первую очередь работать сообща. А дальше уже все зависит от степени подготовки. Тем более с такой группой поддержки. «Трудно. Это, наверное, были прыгалки. Чехарда, да. Но справились». Лучший результат оказался у семьи Нерубковых. Памятные призы вручили и остальным участникам. А главное, сколько эмоций всем принес этот день. Мария Лихобабинга, Яков Глейзер. Новости Большого округа.